Значит это, да? Оуэст, 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 оуэст. Оуэст, оуэст, оуэст. Оуэст Оуэст, оуэст И в этом смысле даже у поэтов-атеистов сохраняется вот это архаичное чувство религиозного служения. И в этом смысле у поэтов-атеистов сохраняется вот это чувство религиозного служения, если вы хотите, как бы, поэт хочет в своей манере чтения подчеркнуть ту энергию и те ритмы, которые породили данное стихотворение. И он решает проблемы не просто, так сказать, социальные или личные, а всегда, все-таки, это находится в связке, он ощущает себя в связке с мирозданием, простите за высокие слова. То есть, вы сохраняете религиозного служения средневекового сознания творческого? И я считаю, что это реликтовое сознание, в общем, придает русской поэзии современной большой шарм и делает ее оригинальной и уникальной. Это для того, что Юрий Коглановский считает, что эта антикетика сознания, он также дает шарм в поэтике русской поэзии. Вот сейчас я прочитаю одно стихотворение, которое потом прозвучит по-французски. Оно связано с замогильными записками Шатебриана. Наверное, вы читали их. Это гениальный памятник литературы 20-х годов 19-го столетия. В общем, это гениальный памятник литературы 20-го столетия. И монархического консерватизма. Почему Шатебриан, он так дорогой к Юрий Коглановский? Потому что, к своему мнению, он был married с двух сторон. С одной стороны, он был в поэме, в поэме, в поэме. С другой стороны, он был в поэме очень консервативный и монархист. Я противник революции французской. Он вместе с тем был противником монапартизма. То есть диспатии. Он был в поэме, в поэме, в поэме, в поэме, в поэме, в поэме, в поэме. Вот стихотворение о нем и посвященное ему. Вот стихотворение о нем и посвященное ему. Как живется через лету, кто-то с берега другого призывает нас к ответу. Если честно, бестолково, наша бедность, наша доблесть пропадают ныне в туне, Как в речном затоне, отплеск непрогревшийся в июне. Отправляйтесь, нерадивцы, поскорей в путь обратный. Постарайтесь, нечестивцы, замолить невероятный грех Пред тем, кого без свежей от утюженной рубахи Освистали вы, невеже, на подмостках скользких плахи. О, бунтующие жабье, перекитчивое племя, Своенравное и рабье до предела в то же время Всем достанется поверя, так не мешкайте с устатка На колени рухнуть перед алтарем миропорядка. Так в подсказку нам, безможным завсегдатаем шалманов, Гулят горлицы в дорожном сундучке Шатабриана, Что в взвихренной дороге на дворе напостоялом Сном забылся неглубоким под суконным одеялом. На границе бреда с былью Мнится лилия в затоне с тополиной ватой пылью Или мантия на троне, для которой горностаев промышляя Попотели где-то за полярным краем Честных варваров артели. Гулят горлицы в походном сундучке Шатабриана о служении свободном От житейского изъяна. Гулят горлицы в походном сундучке Шатабриана, Канкар, Ночу мисер, ночу мисер, ночу ўю victory, как в фоне в воду ланс, что жуна не речетно не речетно. Поехали-вы-всё, инсуциант, и быстро, и быстро, и быстро, и пытайтесь, не пешите, и вы донали его грешеческой и для которых в чём, ваша шуна, что вы так хорошо вы так хорошо вы так хорошо на дороге и шарфов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Solzhenitsyn Субтитры создавал DimaTorzok Александр Solzhenitsyn Я написал стихотворение ДимаTorzok 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 ДимаTorzок Субтитры создавал DimaTorz Kopf Доброе утро! Le vent sifflait à mes oreilles en guise de tendresse paternelle Tandis que par les chemins au loin, vers les camps, dans le cliquetis, sans bruit, s'en allaient les sombres convois C'est comme si, dans la froidure du monde, j'entrevoyais l'éclat peureux des sapins décorés pour la frime et m'endormais heureux Aussi, dans ma mémoire aujourd'hui, dans mon cœur, dans mes veines Les disparus ont plus de réalité que les eaux dans les ossuaires Merci!